Итак, всем привет! Сегодня я приехал в заброшенный лагерь, не помню как называется, по-моему леса и были. Находится он в каком-то глухом лесу этот лагерь. Вообще в каких-то глухих лесах мы от дороги сюда целый час ехали. Целый час мы сюда добирались. Вообще в каких-то далеких уголках Владимирской области находимся сейчас. Интересно, что здесь надо глянуть. Вот я вижу первая постройка открытая. Комната гигиены. Что? Шведская стенка. Шведская стенка уже нет. Так, лагерь конечно же разбит. Е-мое, вот мы перлись в такую даль, чтобы увидеть этот разбитый лагерь. Ну ладно, зато прокатились, как говорится. Ну вот я уже сделал круг. Скорее всего тут охраны нету и... А ее и нету здесь. Охраны здесь нету, никого нет кроме нас. Сейчас поднимаюсь на второй этаж. Ну, блядь, он знаешь, он видит, конечно, он не сказал, что так уж сильно. Ну, радует, что природа здесь далеко от города вообще. Он находится где-то. Очень далеко от города, блядь. Я сказал, очень далеко от цивилизации даже, блядь. Да, лагерь уже заметно потрепан. Сейчас вышел с этого здания. Идем далее. Здесь такая тишина, птички поют. Сейчас уже вечер, часов, наверное, пять или шесть уже. Блин, прикольный знак такой. Ограничение максимальной скорости 5 км в час. Так, сейчас захожу в один из корпусов. О-о-о, тут совсем все плохо. Да, здесь вообще делать нечего. Что, он горел, что ли? Так, здесь я вижу какие-то кровати. Здесь, видимо, спали. Так, это остатки мебели здесь. Так, сейчас хожу по лагерю. Здесь вот какой-то корпус номер пять идем. Здесь вот какой-то корпус номер пять идем. Здесь вот какой-то корпус номер пять идем. Так, сейчас продолжаю прогулку по этому лагерю. Такое вот здание передо мной. Такое вот здание передо мной. Вау. Это было, скорее всего, столовая. Потому что я вижу вредная посуда написано. Так, тут уже все разбито. елки-палки. Овощной цех. От которого почти ничего не осталось. Сейчас, главное, я двигаю далее. Так. 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 Закажу в один из домиков. Все. А здесь уже выход. Все. Можно покидать этот домик. Елки-палки, сколько же тут домиков. Вообще тут можно часами, днями ходить. Наверное, каждый не обойдешь. Вообще. Так, ладно, я иду далее. Радиорубка. Вообще чья-то машина ставим. Что-то. Расчет там чья-то лодка. Ни хрен знает. Чья-то лодка. Вот там. Чья-то машина чья-то. Так, ладно. Я удаляюсь, потому что там чья-то машина. Ну и нафиг. Так, я удалился от того домика, потому что там лодка и машина охранника, скорее всего. Это не только теперь. Но и нафиг. А снаружи, но и нафиг. Ёлы-палки. Вообще. Жесть полная. Воу. Ёлы-палки. Куда я попал? Удивительно, полфоны целы. Календарь за 2000 год. Так, всё, выхожу с этого домика, следую далее, фоткаю и иду далее. О, какие плакатики здесь. Так, следую далее. Сейчас уже скоро придётся возвращаться, потому что меня уже ждут. Сейчас так быстренько окину взглядом. Ёлки-палки, такой лагерь вообще был. Сейчас он всё разваливается. Стоят эти домики, никому не нужные. Где-то собака ещё гавкает. Сейчас это я фоткаю. Там дом. Так, сейчас ещё в эти последние загляну и пойду уже на быстро. Ой, тут пол проваливается. Весьма неплохо. Батарея ещё целая. Ёлки-палки, шнурок этот ещё с конца не уступает. И чувствую, мне придётся уже выбираться с этого лагеря, потому что уже вроде всё посмотрел. Всё, что можно было, всё, что нельзя. Так, сейчас по пути ещё в том дом загляну, который впереди. Я уже по пути фоткаю, потому что меня уже ждут. Не нахожу как-то партизан один. У нас же машина, видно. Ёлки-палки. Какой-то сборище кровати. Офигеть стульчик. Так, ну всё, я откидываю прощальный взгляд в лагерь. Всем пока. С вами был Димон. До встречи. Просто уже нужно уезжать, меня там ждут. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok